Таинственная и непонятная явление огни святого Эльма. На стенах древнеегипетских храмов можно увидеть изображение священной рыбы, поражающей свои жертвы на расстоянии, нильского сона. Электрический скат также обладает способностью парализовать проплывающую мимо рыбу. В Арктике люди встретились с полярным сиянием, одним из красивейших явлений природы. Хорошо нам знакомы потрескивания синтетических изделий, искра, проскальзывающая между рукой и водопроводным краном. Эти природные и естественные явления, о которых мы рассказали, тесно связаны с известным понятием — электричеством. Сегодня электричество используется нами повсеместно. Оно несет нам тепло, свет, помогает в быту и в работе, перемещает нас в пространстве, дает возможность общаться на расстоянии, вторгается в наш досуг, лечит нас. Человек изобрел много способов получения электрической энергии. Научился сохранять ее, передавать на огромные расстояния и использовать для самых разнообразных целей. Люди сумели заставить электричество освещать улицы, получили искусственную молнию в лабораторных условиях. С помощью электрической энергии превратили железный сердечник электромагнитного крана в сильный магнит, способный поднимать многотонные грузы. Заставили электричество обрабатывать твердые металлы подобно механическим инструментам. Электрическая энергия приводится в движение всевозможные станки и механизмы. Трудно даже представить себе, что было бы, лишись мы сейчас электричества. Человек научился бороться и с вредными электрическими эффектами. Так, перед подачей трапа к приземлившемуся самолету, с него спускают на землю металлический трос для отвода статического электричества. Но прежде чем приручить эти могучие силы природы и заставить их работать над человеком, нужно было понять, что же такое электричество. Многие выдающиеся ученые посвятили свою жизнь разгадке тайн электрических явлений. Кулун, например, изучил силу взаимодействия электрических зарядов, а Вольта изобрел источник постоянного электрического тока. Фарадей открыл закон электромагнитной индукции, а Максвелл создал теорию электромагнитного поля. Огромный вклад в изучение электрических атмосферных явлений внес великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, объяснивший природу полярных сияний. Русский академик Рихман построил первый электрометр, прибор, измеряющий электрический заряд. Портрет другого русского ученого Павла Львовича Шиллинга был даже нарисован Александром Сергеевичем Пушкиным, восхищенным изобретением первого электромагнитного телеграфа. Наши соотечественники, электротехники 19 века Ладыгин и Яблочков вложили огромный труд в создание света без огня. Электрической лампочки, такой, какой мы ее знаем сейчас. Выдающийся русский физик и электротехник Борис Семенович Якоби усовершенствовал телеграфы. Изобрел первый в мире электродвигатель. Любому из нас хорошо известно имя Александра Степановича Попова, изобретателя радио. Советская власть с первых своих шагов придавала громадное значение электрификации СССР. Ленинские слова, коммунизм, это есть советская власть, плюс электрификация всей страны, стали крылатыми. Составленный в 1920 году первый план электрификации России намечал строительство 30 электростанций общей мощностью 1 миллион 750 тысяч киловатт. Сегодня мощность только одной гидроэлектростанции составляет несколько миллионов киловатт. Создана единая энергетическая система СССР. Большое внимание уделяется развитию атомной энергетики. Но что же объединяет такие, казалось бы, далекие друг от друга явления, как молния в природе и искра электрофорной машины? Полярное сияние и свечение газа в трубке. Единство всех электрических явлений определяет взаимодействие и движение элементарных частиц вещества, обладающих разноименными электрическими зарядами. Это они вызывают грозовые разряды, электризацию поверхности самолета, несут нам свет и тепло, позволяют передавать энергию на огромные расстояния. Электричество Электричество Одна из основ нашего настоящего и будущего. Поэтому знание его законов необходимо каждому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok